Девушки отдыхают. Голограмму убери. Хорошо, даю команду с силами его намерения. Голограмма отключается полностью до последнего чипа датчика импланта конвектора. Все это выходит и уходит в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готово. Хорошо. Скэнер сканирует. Значит, с незначением демон. Сокуп. Сокуп в короне. В короне. Хорошо. Плетка есть? Хорошо, плетка уходит с сокупа в соседнюю клетку. Кто еще? Дракон. Какой? Синий. Хорошо. Лизард и арахноид. Ох, какая веселая команда. Чья это голограмма? Дракон. Дракон на ком-то основании поставил ему голограмму? Тебе кто-то разрешал это делать? Он вне собирает эмоции. Она как зеркало. Кто она? Плетает изнутри голограмму. Тестую печать дракона. Включаю на полную мощность. Достаточно. Выключаю печать. Считай цифру этого паразита над головой. Тридцать два, тридцать восемь. Тридцать два, тридцать восемь. Уменьшая синего дракона в два раза. Да будет так, а так и есть. Паразит. Ты точно знал, что ты делаешь. Так же, как и ты сейчас. Сколько ты лет находился в этом биополе? Пять. Контракт есть? Нет. Хорошо, дракон. Считай цифры у демона над головой. Шестнадцать. Шестнадцать герцовый демон. Чем обязаны такой честью? Объясни. На что за эгоизм? На эгоизм зашел? Эгоизм, крик. Ну, это твоя, конечно, черта. Самовлюбленность. Это все отзывается в тебе, конечно. Это я понимаю. Сколько ты находился в этом биополе, демон? Три года. Суккуб с тобой пришел или ты его привел, или он сам пришел? Как рыбку на крючок поймал. Суккуб до меня был. Суккуб был до тебя. Хорошо. Сколько Суккуб находится в этом биополе? Восемь. Восемь лет. Пять лет дракон. Сколько лизард находится в этом биополе? Год и два месяца. На что зашел лизард? Перепады настроения, которые он увеличивал еще больше. Хорошо. Откуда эти перепады настроения берутся? От интерферентов или это его собственная инициатива понижать вибрации? Перепады эти. От чего они ушли? Ну, здесь главные его реакции, а все остальные, они усиливали эти реакции. Лизард не знает, он маленький. Хорошо. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? Семь лет. Семь лет. Кто из вас присутствует в квартире? Не лет, подожди. Семь месяцев. Ах, семь месяцев. Хорошо. Кто из вас всех присутствующих есть еще в квартире? У кого там есть что? Не молчат. Арахноиды есть. Арахноиды. А еще у кого-то есть? Нет. Начинаем с реверса энергии. В процессе реверса я буду задавать вопросы. Вы будете отвечать на эти вопросы. Кто не будет отвечать или будет говорить неправду, будет наказан на своей чистоте. Если вы этого не желаете, кооперируйте. Я даю команду тонкой копии Дмитрия Спрейцера от всей энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низкая аббрационная энергия в его биополе. Один, два, три. Каналы выстроились. В сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Дмитрию. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Выстраиваю канал к голограмме дракона и по этому каналу отдаю весь негатив, который пришел от этой голограммы. Пошел мощный поток назад. Все отдаем. Этот негатив, кстати, пришел от него. Прошел через эту зеркальную голограмму. Да. Усилился и вернулся к нему. К кому? К Дмитрию? Да. Назад? Циклично, да, ходил. Перерабатывался, усиливался и шел назад. Он делал одно и то же, одни и те же реакции, слова употреблял. Я понимаю, но это не сейчас возвращается назад, это мы возвращаемся сейчас назад. Нет, не сейчас это показывает, что возвращается. Сейчас негатив идет назад. Хорошо. Сколько голограммы стояло в биополе дракон? Восемь месяцев. Какая цель подключки была этой голограммы? Он питался этой энергией. Он уже говорил, да. Питался этой энергией. Сколько процентов ты питался этой энергией? Тридцать. Ну да. Все, что срабатывалось от эмоций, он подпитывался. Так ты на любые негативные эмоции. Усиленные голограммы, вот он ими пытался. И во сколько это раз эта голограмма усиливает этот негатив? До трех. Два-три раза. Вот это технология. То есть из-за каждой мелочи, каждая мелочь перерастала практически в какую-то трагедию, какую-то войну, какую-то страшное что-то событие. Правильно я понимаю? Агрессию. Агрессию. Хорошо. Реверс закончился. Возвращаю дракуну, его размеры первоначальные. Устанавливаю фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Дмитрий забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Дмитрий себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Вот из голограммы идет ему, возвращается дружба, любовь, мир. Отдавать, а не только братья. Сукуб, давай расскажи свою историю. Ир, объясни мне насчет этой плетки и твоей короны. Чуть ты здесь в короне стоишь. Кто тебе ее один? Королевский, я элитный Сукуб. Как это? Королевский, элитный Сукуб. Ты сам себе придумал такое или как? Да. Ну, хорошо. Верни плетку. Зачем? Не отдам я тебе ничего. Он ее слушает, плетку. Сукуб, ты, наверное, сейчас не понял, где ты находишься? В моих руках появляется шар энергии царя Соломона. Один, два, три. Повтори, Сукуб, что ты сказал сейчас? Да понял, я понял. Энергия входит в меня. Реверс закончился. Хорошо. Начнем с арахноида, арахноид. Выходи. Вытаскивай все свои иголки, паутину. Все, что ты установил в биополе Дмитрия, вытаскивай, возвращайся в клетку-тюрьму. Ничего не забывай, жидкость тоже отсасывай. Пошел процесс. Есть уколови, а у него иголки. Какие-то, что это было? Какие боли? Мигрень? Каша? Концентрация? О чем речь, арахноид? Он показывает, какие там гонимые мысли. Которые возбуждают мозг. Да много, в принципе. Много чего мозг возбуждает. Какие это именно? Любые мысли, которые до какого-то пика доходили. И у него, он даже вот, как сказать, он сидит, и у него нога трясется в нервном тике, начинает трястись от этих мыслей. А что это? От этого ритма. Я понимаю, что это страх, это давление, или что это? Как оно описать правильно? Это пик напряжения, он говорит. То есть мысль не могла закончиться, он не находил ответа и тормозил на определенном уровне, выше которого не мог перейти эти вибрации. Головная боль, вот чем это заканчивалось. И ни одна таблетка не помогала. Может, таблеток против арахноида нет на земле. Поехали дальше. Лизард, сидящий год и два месяца. Ты сидел в сердечной чакре? Да. Хорошо. Расскажи мне, что ты там делал, что ты собирал, что ты транслировал. А сначала выходи и отключайся полностью. В процессе отключения рассказывай мне. Приступай. У него диск такой, и от диска отходят, как лучи в разные стороны. Они такие сине-зеленого цвета, и они дергают, щипают его. Интересно. Хорошо. Эмоционируют. Ну, судя по... Я вот смотрю просто по присутствующим, здесь все зашли на эмоции. Здесь ни одного нет, который не на эмоции зашел. Что ж там за эмоции такие, что вы так любите Дмитрия? Демон, скажи мне... Нету равновесия, нету гармонии, есть эмоции, самовлогубленность. Ну да, хорошо. Здесь мне действительно нечего вам возразить. Скажи-ка мне, Демон, есть в его биополе лярвы? За эти долгие годы. Секунду. И на почве в самовлюбленности есть какая-то самодозволенность для самого себя. Хорошо, чем это заканчивается, мы уже знаем и видим. Лизард снялся. Хорошо. Демон, скажи мне, есть там лярвы в его биополе? Да, есть лярва от скуба лярвы. Хорошо. Ты хочешь попросить у меня их забрать? Да. Хорошо. Дойдем до этого места, я дам тебе отдельную команду. Выходит синий дракон, отключает свои платы, вытаскивает все и возвращается назад в клетку. У него, кстати, голограмма подключена, как пояс такой на спине сзади. И вытаскивает эти подключки. Готово. Суккуб, любитель философских разговоров. Выходи, отключайся полностью, снимай все, что ты оставил в биополе, ленточки, снимай ошейники, все, что ты оставил. И рассказывай, как оно действовало. Возбуждало. Вначале. А цена за это возбуждение? У него наручники на руках. Ах, и наручники. Суккуб в сапожках, на каблуках. Так ты посмотри. И в сапожках, и на каблуках. Короны. И с плеткой. Прям карнавал сегодня какой-то. Ну и за что ты его так любила, Суккуб? Так было взаимно. А кто начинал, ты или он? Тебе правда интересно? Нет. Я хотел спросить еще, где ты спала? На груди или где-то в другом месте? Где эта тяжесть, как он ее ощущал? Она почти три чакры занимала. Там еще. Да ты что. Три чакры какие? Три нижние. Копчик. Два пальца ниже пупка и живот. Все сняло. Хорошо. Идем дальше. Демон. Выходи. Отключайся полностью. Расскажи мне, как действовали твои подключки. И как закончишь. Доложи мне на месте, что ты закончил. Я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. То есть, если я тебя правильно понял, самовлюбленность является то, из чего все остальное истекает. Вытекает. Правильно? Когда человек любит себя, он позволяет себе больше. Он оправдывает многие поступки. Любовью к себе. Ну да, для себя любимого ничего не жалко. Есть у нас такая... Так уже как корона у суккуба. Так я полагаю, корону сукку получил законно? Не знаю, кто его короновал. Демон, кстати. Да. Он просто собирал все. У него как кресло в ногах усиление, которое делал. Утяжеление. Он даже не дергал за веревки. Да, ему и не надо. Оно все стекает к нему туда вниз. Он сам на таком месте сидит, где оно все, что другие делают. Он собирает. Это мы в курсе. Достал это кресло. Хорошо, демон, разрешаю тебе забрать лярвы, где они находятся. А, да он уже сказал. Приступай. Вытаскивай все, ничего не забывай. У него спина и не живота. Собрал. Хорошо, демон, скажи мне еще, тебя интересует эмоциональный фантом? А как же? Хорошо, дойдем до этого места. Я тебе отдам и эмоциональный фантом. Потому что там, я как полагаю, как я вижу, уже все находится на твоей чистоте. Поехали дальше. Все-все убрали. Голограмму дракон отключил, Вера? Да. Хорошо. Даю команду скэннеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Честно. Демон, скажи мне, насчет машины хотел спросить. Ты не в курсе, что там с этой машиной? В курсе. Расскажи мне. Есть что-то там? Эмоциональный фантом отдашь? Конечно, отдам. Есть там мой представитель и арахноид. Понятно, хорошо. Выходит эмоциональный фантом Дмитрий 1, 2, 3. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкообрационную эмоциональную энергию, им же сгенерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. Вышел фантом. Арашу, Дмитрий, вы готовы расстаться с этими энергиями, которые сами сгенерировали? Готовы. Сворачивайте энергии в шар. Демон забираешь? Жду. Отправляю демона. Вкусный очень фантом. Ну да, постарался, все постарались. Хорошо. Я полагаю, ты понимаешь, что больше в это биополе заходить не стоит. Мы будем его проверять. Понимаю. Ты готова уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. Один, два, три. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, расстаряясь, ставя огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, суккуб. Забираю свою плетку, отправляю плетку суккубу, отдаю назад ему. Есть. Хорошо. Готово уходить? Да. Хорошо. Если не хочешь со мной встретиться, второй раз лучше не приходить. Добро не хочу. Ну, поэтому не приходи. Это я и хотел сказать. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. Один, два, три. Суккуб забирает все, что принесла, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяясь. Готово. Хорошо, Лизард. Готово уходить? Да. Что, не верит своему счастью? Хорошо, Лизард. Ты понимаешь, что больше в это биополе приходить не стоит. Понимаешь? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте лизарда. Один, два, три. Лизард забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяясь. Готово. Хорошо. Арахноид. У нас нет заказа на чистку квартиры, поэтому я тебе ничего не могу сейчас сказать. Будете отпускать на твою частоту. Больше в это биополе не подходи, в смысле не подключайся. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Один, два, три. Арахноид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. Под голограммой дракона открывается портал в галактической ядре. Один, два, три. Голограмма уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше никогда в это биополе не войдешь. Даю слово. Хорошо, помни о нем. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Один, два, три. И дракон уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Посмотри, у нас клетка пустая. Пустая. Поехали по частотам. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственной энергией. Дмитрий должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Он готов это сделать? Да. Я говорю слухи, вот тонкая копия повторяет за мной. Я. Соглашением, контрактом и договором. Договора выходят. Активные подсвечиваются. Есть активные с драконом и с суккубом. Ах, вот как. Хорошо. Дмитрий. Вам удалось даже заключить два контракта. Один с драконом, один с суккубом. Вы готовы эти контракты аннулировать? В полной ответственности за свои действия. И пониманием того, что происходит. Один на наслаждение, а другой на какое-то развитие. Хорошо. Вы ни того, ни другого не получили. Готово. Хорошо. И не получите, потому что это их работа. Обманывать. Повторяйте за мной. Внутрия властью. Пошел возврат энергии. Если такова есть. Посмотри, что возвращается. Энергия возвращается. Какие-то особые? Чувства какие-то? Физическая энергия возвращается. Хорошо. Физическая энергия. Понятно. От контракта с суккубом от дракона возвращается третий глаз энергии осиний. Готово. Отлично. Открываем воронку. Галактическое ядро 1, 2, 3. И произойдет сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Пошел сброс. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Дмитрий. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после нее? Прекрасно чувствую. В голове нету бардака. Холодный ум, спокойствие и понимание, что нужно брать ситуацию в свои руки. И ответственность за свою жизнь. Совершенно верно. Хорошо, Дмитрий. Манифест помню. Манифест, текст вам перешлют, читайте его. И если будут вопросы, обращайтесь. Хорошо. Сейчас будем возвращать вас назад в ваш биоробот. И после этого перейдем к чистке вашей машины. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Дмитрия в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Машину ты видела. На счет 3 ты стоишь перед машиной. 1, 2, 3. Ты стоишь перед машиной. Да, я здесь. И устанавливается рядом с автомобилем. Пашу процесс. Арахноид. Демон и воронка. Арахноид. Демон. Демон и воронка. Под воронкой открывается портал в галактическое ядро. Воронка уходит на переработку в чистую первичную энергию. Потал. У демона сколько герц? Посмотри. 12. 12-герцовый. Ты что, любитель автомобилей демонов или что? Демон, я не пойму. Что ты здесь делаешь? А что плохого в автомобилях? Это опасно просто, когда рядом сидит демон. Я сзади. Хорошо, ты сидишь сзади. Питаюсь всеми, кто здесь. Разговорами в том числе. А. То есть, ты собираешь там какие-то особые разговоры, идут в машине или как? Много энергии. Любите вы покричать на дороге. В этом отношении согласен. Понятно. Значит, не только из-за любви к автомобилям ты находишься в этой машине, да? Что, я дурак, что ли? Мне эмоции важны. И энергии. Ладно, хорошо. Сколько ты находился в этой машине? Объясни мне. Год и три месяца. Год и три месяца. Сколько находился арахноид в этом автомобиле? Восемь месяцев. Восемь месяцев. Хорошо. Арахноид, у тебя что-то осталось в автомобиле? Паутина? Да, у него иголки на сиденье. Хорошо. Давай, выходи. Собирай все, что ты там оставил. Возвращайся назад. Ничего не забывай. Приступай. Спинки в сиденье. И как оно воздействовало? Раздражение? На месте шофера. Что? На месте шофера впивались, боль. Впивались, он садился, у него боль была в спине. Это твоя работа была, да? Арахноид. Это работа его иголок. Это он мне говорит, это работа его иголок. А кто эти иголки поставил, арахноид? Он поставил, говорит, арахноид. А вопрос у меня какой был? Это твоя работа, арахноид? А ты мне говоришь, нет, это не моя рука, Билла. Вытаскивай все, собирая, ничего не забывая. Ну, паутина еще в машине. Конечно, пусть собирает, все вытаскивает. Он ускорился, не хочет зажигать. А тут без вариантов просто. Хорошо, арахноид. Ты эту машину больше никогда не зайдешь. Никогда. Тебе это понятно? Понятно. При малейшей жалобе я сразу же вытащу. И после этого не только паутину сожгу, но и тебя. Если ты этого не хочешь, обходи дорогой. Сторону эту машину. Все понял? Да. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Один, два, три. И арахноид. Забирай все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Дима, что ты оставил в машине? Есть у тебя что-то? Есть. Выходи. На сиденьях. Одеял. Одеялки на сиденьях. Хорошо, давай, собирай их и возвращайся. Там в машине есть негатив? Как же. Хорошо. Хочешь получить его? Хочет. Хорошо. Соберешь, доложишь. Я соберу тебе негатив в дорогу. Все собрал. Отлично. Дай команду. Силой моего намерения подходит к клетке тюрьмы. Этот шар переносится. Пошел процесс. Есть. Много? Большой шар? Хорошо, забираешь демон. Да. Отправляю демон. Хорошо. Он зашел на свою чистоту, на крик. И на все остальное. Ты готов уходить? Готов. Больше, пожалуйста, не приходи сюда. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. И демон забирает все, что он с собой принес. Уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...